Добрый день! Вас интересует, как и чем лучше утолить жажду в летнюю жеру? Я вас прекрасно понимаю. Жажда это очень опасный показатель, который отражает степень обезвоживания вашего организма и степень увеличения вязкости крови. В результате на такую ситуацию, естественно, будет реагировать сердце и сосуды, то есть будет увеличиваться частота сокращения сердца, а артериальное давление может либо подняться, либо опуститься. В любом случае, человек рискует в такой ситуации острой сердечной недостаточностью, то есть сердце может просто остановиться. Если сосуды оказались хуже, то может порваться сосуд. Самое высокое давление это зоны сердца и мозг, поэтому либо лимфаркт, либо инсульт, ну очень вероятны. Ну автоматически в летнюю жеру, когда есть чувство жажды, то есть нарушена уже система терморегуляции, она испытывает дефицит воды, у вас есть склонность к тепловому, либо солнечному удару. Все зависит от того, в каких условиях вы находитесь. Если на открытом солнце, то солнечный удар, если, скажем так, окружающая среда достаточно тепла, и вы находитесь вне палящего солнца, ну можете получить тепловой удар. Как и чем? Ну чем понятно? Нужно увеличивать количество жидкости в вашем рационе. Вопрос, какие источники жидкости вы можете использовать? Ну, сразу попадает жидкость вода, то есть питьевая вода, вода из-под крана. Да, если другого источника жидкости нет, то подойдет и это. Но, эта вода очень медленно двигается по системе, она очень медленно всасывается в кровеносное русло, и очень медленно выделяется органами терморегуляции, то есть через кожу, через легкие. То есть такой путь есть, он существует, но он не самый лучший. Конечно, понимая, что вы потеряли не только воду, но теряете и минералы, появляется, конечно, минеральная вода. Да, она лучше, чем питьевая, лучше, чем бутылированная, но, тем не менее, она тоже очень медленно двигается по системе. И медленнее всасывается в кровь, медленнее утоляет чувство жажды, медленнее теряется вашим организмом через кожу и потовые железы, и через легкие. Вот, и предупреждается, опять-таки, тепловой, либо солнечный удар. Еще один источник жидкости, традиционно квас. Да, конечно, продукты брожения, которые образовались в квасе, они ускоряют всасывание кваса из пищеварительной системы кров, ускоряют удаление его через различные органы выделения, и вроде как ситуация под контролем улучшается. Да, по сравнению с чистой водой, действительно лучше, но квас это продукт брожения. И гарантии полные, что там только бактерии, которые вызвали брожение, которые просто порегулируют вам еще микрофлору в кишечнике, вы еще так легко полечите дисбактерию из кишечника, гарантии полной нет. Если там завелись не очень хорошие бактерии, то параллельно с каким-то вздутием урчания может появиться послабление, и вы уже через кишечник будете терять значительно больше жидкости, чем ввели с квасом. Поэтому квас это такая, знаете, 50 на 50. Лучше, чем квас, утолить жажду можно вытяжками из пищевых растений. Вы можете взять вытяжки из овощей, то есть супчик овощной какой-то съесть, можете взять вытяжки из фруктов, то есть компотик, узварчик какой-то из сухофруктов сделать. Так безопаснее. Почему? Потому что термообработка, те бактерии, которые могли быть в воде, и которые были на поверхности этих продуктов питания, они погибли, и такой продукт для вашего организма становится безопасным. Жажда утоляется, и система терморегуляции работает хорошо. Не стоит утолять чувство жажды в любом случае слабоалкогольными либо алкогольными напитками. По одной простой причине. С одной стороны, это источник жидкости, все классно, то есть вы воду получили, вода входит быстро в систему, удаляется из нее, то есть как бы да. Но алкоголь все-таки очень калорийный продукт, он уступает по калорийности только жирам, жиры имеют 9 калорий, спирт 7, поэтому организм быстренько согревается, и вот тут вроде как чувство жажды вы утолили, но под тепловой или солнечный удар попали. Поэтому лучший вариант, и я вам его советую, это все-таки вытяжки из лекарственных растений, то есть это чаи различные варианты из лекарственных растений, которые помогут вам не только быстро в жидкости попасть в кровь, то есть утолить собственное чувство жажды, но и подпитать ваше сердце, укрепить ваши сосуды, усилить работу почек по очищению организма, обеспечить хороший надежный патагонный эффект, отхаркивающий может быть эффект, то есть удаление жидкости этими путями, и вы вместе с чувством жажды снижаете вот эти все риски со стороны сердца, сосудов, со стороны солнышка в виде теплового и солнечного удара, поэтому если вам подходит более такой безопасный, спокойный, прогнозированный путь для утоления чувства жажды, обращайтесь, контакты вы видите, рекомендации мои, то есть врача, диетолога, фитотерапевта Бориса Скачко, я думаю, вам помогут. Продолжение следует...